Действительно, у нас судебная система такова, что фактически обычный судья абсолютно не чувствует никакой независимости. Я имею в виду независимости от своего начальства, исполнительной власти и прочих государственных структур. То есть судья сегодня, решая практически по любому вопросу, по любому делу, гражданскому, уголовному, он всегда озирается. Он в первую очередь озирается на своего председателя, дальше есть вышестоящий суд, на них озирается, дальше есть всевозможные акимы, министры и какие-то неофициальные авторитеты, которые тоже могут повлиять на судью. Вся эта система, почему так сложилась? На мой взгляд, главнейший вопрос это, как вообще судья становится судьей. То есть первый этап назначения его. Сегодня у нас вроде бы действует конкурсная система, согласно закону, согласно действительности. Иногда даже мне приходилось слышать, как представители Верховного суда на публику говорят, как бы хвастаются, что у нас до 100 человек на одно место судейское. Представляете, какой конкурс? Прекрасно, да, все это поддерживают, да, к этому. Это очень здорово. Но весь вопрос, вся суть заключается в том, каким образом из этих 100 человек выбирают одного. Вы понимаете? То есть на самом деле ни в одном законе, ни в другом акте нигде не написано, как выбрать судью из этих 100. И что происходит фактически? Фактически вот тот высший судебный совет, это несколько человек, которые назначены президентом, они выбирают этого судью по сути сами, как и захотят. Реально это происходит еще и с деньгами, ну насколько рассказывают. То есть практически ни один судья не приходит на свою должность, не заплатив определенный куш. Вот такова жизнь. И когда их этих людей бы спросить из высшего судебного совета, а как вы выбрали того или иного, да, по каким критериям, они тоже не могут ответить. Понимаете? То есть получается, судьей становится человек наиболее преданный, наиболее, я не знаю, какими-то связями там выставленный, да, наибольшую сумму заплативший. То есть сугубо коррупционный метод выбора и назначения судьи. Вот это очень важнейший вопрос, да, потому что когда пришел такой человек на должность, он уже не может дальше судить честно, он не может не слушаться всех этих там людей сверху, которые его поставили, благодаря которым он стал судьей. Все. А отвечать критериям, кто может быть судьей, здесь на самом деле не сложно, да, там, достигнуть определенного возраста, иметь высшее юридическое образование, там, не иметь там чего-то там судимости, чего-то еще, да. Вот этим всем критерием отвечает огромное количество юристов, да, но они все не могут стать судьями, потому что это сугубо коррупционное начало. Теперь второй момент председателем суда, кто может и как стать, да, тоже очень жуткая система назначения председателей. То есть сугубо сама вот эта вот макушечка судебной системы фактически, она выбирает себе председателей. И этот председатель не выбирает, вернее, она там рекомендует, да, но всех президентов все оно назначает. Получается, что председатель в любом нашем суде от районного до верховного это царь и бог для всех судей. И ни один судья не может ослушаться председателя. Этого прямо, может быть, в законе не написано, но жизнь такова. И вот у нас, чтобы изменить хоть как-то эту систему, нужно в первую очередь вот этот вот выбор судей из этих ста человек, из ста кандидатов сделать каким-то образом прозрачным, да, каким-то образом справедливым этот выбор. Ну, можно, конечно, какие-то критерии разрабатывать. Либо должны быть критерии, когда вот такие справедливые, да, в зависимости от стажа, от, я не знаю, количества публикаций, научных работ его, да, там, я не знаю, количество отмененных решений и прочее, прочее, да. Либо просто сказать, что по этим всем жутким критериям выбирать очень сложно, да. И поэтому мы должны вообще прийти к варианту жребия. То есть все сто человек отвечают требованиям, которым предъявляет закон к судье, да, чтобы стать судьей районного суда. Дальше из этих ста человек, пожалуйста, кинули жребий, кто стал, тот стал. И вот тогда в этом случае не будет коррупционной составляющей. В этом случае этот судья, который стал судьей, он не обязан вот тем вот каким-то людям, которые его назнают. Он обязан случаю, либо там объективным критерием прозрачной системы. Второй момент, председатель, да, то есть я говорю, председатель царь и бог, как от этого избавиться? То есть Акарда, это наше астанинское руководство, оно, естественно, не может руководить всеми, там, по-моему, 3 или 5 тысяч судей у нас в Казахстане, да. Каждым судьей непосредственно, да, это просто невозможно физически. Поэтому идет очень структурированная вертикаль, так называемая. Председателю Верховного Суда жутко, строго подчиняются все председатели областных судов, да, 16 человек. Председателю областного суда подчиняются председатели районных судов, очень жестко, да, подчиняются. И каждый судья подчиняется председателю районного суда. И вот благодаря вот этой вертикали любое указание с высоты, да, с любой, может достичь до конкретного судьи, он лапки поднимает и исполняет любое указание. Чтобы от этого избавиться, нужно, во-первых, вот судей выбить, да, не вы назначали, не вам командовать, раз. Второе, председателей нужно выбить. То есть председателя нужно, на мой взгляд, назначать на один год, и чтобы его выбирали сами судьи этого суда, без права занятия второй год этим председателем. И выбор, чтобы был тайным голосованием. Вот тогда получается, этот председатель с этими административными какими-то функциями, он стал точно такой же из этих же рядовых судей, он стал этим председателем всего на один год, он знает, что завтра через год он вернется в этот состав обычный, он не сможет ни морально, ни как-то вот, я не знаю, по-другому, отдавать эти указания судьям, он не может ломать этого судью через колено, понимаете? Вот эту вот подчиненность каждого судью, как солдата, надо сломать обязательно. Без этого никакого независимости судебной системы не будет. Теперь относительно доступа к правосудию, да. Вот здесь, в прямом смысле этого слова, да, доступ к правосудию начинается с момента сдачи искового заявления. Вот это смешно, да, но в Казахстане невозможно сдать исковое заявление по некоторым искам. Например, сегодня, да, я являюсь представителем, там, газеты «Моя республика», которая пытается сдать иск, уже три раза нам судья откатывает это исковое заявление и просто не принимает его в работу. Видите ли, судья, еще не возбудив гражданское дело, он читает это исковое заявление и делает выводы относительно наших доказательств, понимаете? То есть она смотрит и говорит, вот, у вас как бы не указаны какие-то там не приведены доказательства, что-то еще. Я говорю, стоп, подождите, у нас в Гражданском процессуальном кодексе, в шестой статье, прямо написано, что каждая сторона самостоятельно выбирает свою позицию, да, как наступать, либо как защищаться в судебном процессе. И даже написано, независимо от суда, и суд не может повлиять на это. Но сегодня меня судья как бы вынуждает предъявить какие-то определенные доказательства, предъявить какую-то, занять какую-то определенную позицию, и без этого она не берет иск в работу, понимаете? То есть она обязывает меня обратиться во все типографии, сделать что-то там еще, да? То есть иск на самом деле о том, что полгода республика не может печататься в типографиях. И мы говорим, что это обстоятельство, оно очевидно, да, о нем пишут все СМИ, очень много, да, СМИ писали, очень много там, я не знаю, где-то там в сайтах интернета и так далее. И все это как бы есть, все это на слуху. Советник президента Иртезбаев дважды об этом публично заявляет, да, в одном интервью, в другом интервью, и говорит это прямо, да, ни одна типография не хочет брать в печать. Да, они боятся проблем эти типографии, да. Мы говорим, это же супер доказательство, да, что вам еще надо? Судья говорит, нет, ее это не устраивает, понимаете? И я не могу начать процесс, я даже этому судья отвод не могу заявить, ничего, да, вот ради таких вот вещей, которые она высказывает. Потому что у нас нету судебного дела гражданского. Трижды этот иск возвращается, и я его бесконечно опять сдаю, и оперативно возвращается. Дальше примеры. По движению за свободный интернет, я знаю, они хотели и подавали иски на казахтелеком, чтобы снять вот эти блокировки, да, невозможно. Все, ни по одному из их исков, которые они подавали, по-моему, несколько десятков исков, да, ни по одному не было возбуждено гражданское дело. Просто тупо судьи возвращают эти иски, они понимают, что сама процедура гражданского процесса, она выявит вот это вот, ну, я не знаю, махровое такое беззаконие, да, по которому, допустим, блокируются сайты, по которому там не берется печатать газета в типографии, да. Это все будет очень явно, очевидно, под там, я не знаю, теми же софитами, да, под камерами, под взглядами журналистов, и вот уже этого судьи боятся, понимаете. Поэтому они не начинают процесс, очень просто, нашли как бы позицию. Ну, не говоря уж о том, что этот принцип международный, да, доступ к правосудию, на самом деле подразумевает не только вот этот момент возбуждения дела, да, но еще и наличие вообще справедливого правосудия в системе. Вот, на мой взгляд, у нас нет такой системы. Наша судебная система абсолютно несправедлива, и она абсолютно зависима от исполнительной власти, если президент и его администрацию считают исполнительной властью, но это, безусловно, исполнительная власть, хотя они, может быть, себя там как бы над всеми властями, да, считают, тем не менее. Так вот, вся эта система всего лишь приросток, да, и я вот сегодня, там, против меня даже, да, пытаются возбудить сейчас уже дело, да, потому что уже налоговая там выискивает нарушения, чтобы это было на огромную сумму, все это фальсифицируют, и я просто уверен, что вот, ну, в суд обращаться будет бесполезно. Вот то, что с Жовтисом происходит сейчас, да, то есть каждая судебная инстанция доказывает, что она, ну, абсолютно не нужна, вообще не нужна. То есть она не в состоянии решить ни одну проблему. Если это дело как-то заказано сверху, все, это будет точка. То есть фактически судебной системы, будем говорить, нет в Казахстане. Такой, какой вообще ее представляет себе, ну, любой западный человек, юрист, любой западный судья. Безусловно, как бы, надо менять политическую систему, да, это, как бы, все понимают прекрасно. Если же ее не менять и в сегодняшней ситуации, вот в этой политической системе, как делать хоть какие-то шаги для улучшения, ну, вот назначение, да, дальше эти председатели, то, что я уже сказал, и прозрачность судебной системы.